Уважаемый Сергей Вадимович, дорогие участники торжественного собрания, я хотел бы сердечно всех вас приветствовать с замечательной круглой даты 15-летия образования общественной палаты, счетной палаты Российской Федерации. Мы живем в эпоху огромных по своей силе социальных общественных перемен, связанных в том числе с перераспределением материальных следствий. Даже по стабильности отношения человека к материальному достатку, к достоянию, к собственности, оно сопровождается большим количеством нравственных вызовов. Слишком великое искушение у людей обладать как можно большим количеством материальных средств. С одной стороны, в этом стремлении обладать материальными средствами проявляется человеческая природа. Возьмите младенца новорожденного, ведь он на себя деятельности человеку рука вот так устроена. И вот в этом инстинкте заложена величайшая Божья примусть. Потому что благодаря тому, что рука так устроена, человек в первую очередь заботится о себе и тем самым обеспечивает свое выживание. Если человек не заботился, он бы, наверное, не смог бы дышать, питаться, обиваться. Если бы у него отсутствовало это стремление, работа для себя. Поэтому в самом этом стремлении нет ничего греховного, как нет греховного в человеческих инстинкте, без которых бы не продолжался человеческий род и есть не способный выживание. Но одновременно существуют такие сферы человеческой жизни, где инстинктивное начало способно брать вверх над разумным началом. Мы знаем, какое огромное количество человеческих проблем складывается в сфере сексуальных отношений. Потому что человек, Бог наградил человека колоссальным инстинктом, без которого не было бы продолжения человеческого рода. Но когда человек оказывается не способным управлять этим инстинктом, то тогда разрушается человеческая личность. Инстинкт порабощает человека. Человек становится не личностью человеческой, а особой живущим по законам животного беда. И мы знаем, сколько разных проблем и бед возникает в личной, семейной и общественной жизни. Вот примерно то же самое и в сфере материального благополучия. Бог вложил в человека инстинкт самосохранения. Он запрограммировал в каком-то смысле его природу на то, чтобы человек работал в том числе и для себя, поддерживая себя, своих близких, родных. Но если снимаются контрольные функции разума, если ослабляется человеческая воля, если под этими контрольными функциями разума и щенцей мировоззренческая основа, то инстинкт захватывает человека. Он становится неспособным бороться с этими искушениями. Когда мы говорим о криминализации нашей экономики, когда мы говорим о криминализации, к сожалению, многих представителей власти сегодня, потому что для меня слово «коррупция» и «криминал» почти синоним. Потому что и там, и там благополучие за счет других. Поэтому можно использовать два слова, а можно использовать одно слово. Потому что и те, и те преступления судятся на основе уголовного возраста. Так вот, когда это все происходит, о чем свидетельствует вот это состояние общества? О том, что нету контрольных этих функций со стороны разума и убеждений. Собственно говоря, все, чем сейчас занимается церковь, направлено на то, чтобы человек стал человеком, сохранился человек. В условиях всех этих искушений. В конце концов, мы возрастаем как личности всегда в борьбе. Пойти или не пойти, сделать шаг на сторону греха или не делать этого шага. Открыть дверь, за которой грех, или ее не открыть. Вот это пограничное состояние, когда человек переживает внутреннюю борьбу. Оно очень важно для будущего человеческой личности. Потому что в результате этой борьбы либо возрастания, либо деградации. Личности, семьи, общества, государства. Некоторые люди очень превеньшают значение вот этого нравственного измерения в жизни человека. А почему превеньшают? Да потому что с молоком матери впитана идея о том, что самое главное это экономика, самое главное это материальный фактор. Ну кто же спорит? Конечно, важный фактор. Но если экономическая мощь достается преступникам, что это означает для самого этого человека, для его родных, близких, для общества? Поэтому огромное значение нравственного измерения нашей жизни. Его никогда нельзя, то что называется, минимизировать. А потом отношение к человеческой душе никогда не должно строиться на основе остаточного принципа. Вот мы вначале все сделаем, коробники, свинарники построим, фабрики восстановим, заводы. А потом мы будем заниматься человеком. Да и сам человек будет богаче и будет лучше. Опыт показал, что это не так. Может быть, сказочно богатым человеком очень плохим. Может быть, преступник, несущим разрушения вокруг себя. В этом смысле роль счетной палаты огромная, потому что вы помогаете государству, вы помогаете обществу, вы помогаете народу ставить то, что называется заслон для развития вот этого человечества и инстинкта. Совести не хватает. Значит, власть должна корректироваться. И вы являетесь именно теми представителями власти, на которых возложена эта огромная ответственность. Но вот мне о чем бы хотелось сейчас особенно сказать. Вы знаете, когда человек, когда врач соприкасается с инфекционными больными, то у него очень большой, большой, большой риск заразиться болезнью. Очень часто ваша профессиональная деятельность вводит вас в соприкосновение с такими больными людьми инфицированными. Вы должны быть способны защитить себя от этой инфекции. Я представляю, какие могут быть искушения на вашем пути. И какая должна быть мудренняя сила, чтобы остановиться и сказать «нет». Нет во имя чего-то, во имя самого себя, во имя этого человека, который предлагает какое-то беззакшение, во имя нашего народа, во имя нашего будущего. Вот для того, чтобы им быть способными не заражаться, врачи, как вы знаете, надевают марлевые повязки или даже еще больше погружают себя в какую-то полную изоляцию от пациента такого, который несет в себе инфекцию. Вот и у вас должна быть защитная система. Это защитная система, связанная с внутренним убеждением человека, состоянием его нравственного рода. Кстати, вот мы часто говорим о таком случае, о том, что долг, существует долг людей, долг служения Отечеству. А что такое долг? Вот если попытаться разобраться в этом понятии, что такое долг, это же вектора, что не понятно. И опыт показывает, что никакие законы не предотвращают человека, не предохраняют человека от нарушения долга. Только в внутренних состояниях. Ведь долг идти в атаку, допустим, тому, кто защищает Родину. Но ведь можно встать во весь рост и пойти навстречу врагу. А можно сделать все для того, чтобы так не поступить. А вот что определяет? Встать или не встать? Что определяет? Пойти или не пойти? Сам человек. Вот здесь работает нравственное чувство. Вот здесь мировоззрение соединяется с нравственной природой человека. И он становится героем. Вот в этом смысле и ваша работа, как и работа правоохранительных органов, деятельность, которая тоже связана вот с соприкосновением с этой духовной инфекцией, она очень зависит от внутреннего состояния человека. Поэтому, когда я узнал о намерении вашего коллектива создать домовый храм, я очень возрадовался. Потому что обращение к Богу с молитвой, поставление себя в традиционном Божьем, поставление себя в судном Божьем, вот и формирует такое нравственное чувство. Оно делает человека очень сильным. И в этом смысле религия не дело слабых, а дело сильных людей. Нам иногда кажется, ну что такое религия? Ну, старенький, беспомощный, больный. Вот сильный, с накачанными мышцами, с толстым, с жидком человек. Ему ничего не надо, он сам самодостаточный. А на самом деле все, что происходит внутри человека. Настоящая драма жизни внутри. На уровне человеческого сердца. И там выигрывает бой тот, кто с Богом. Кто научился себя поставлять перед лицом Божьем. Подвергать себя в суду своей совести. Но потом, конечно, очень важна молитва, потому что в ответ на молитву нам Бог помогает. Если бы не было этого реального опыта духовной жизни, никакой бы веры не существовало, и никогда бы вы меня в счетную палату не пригласили. Мы же знаем, приходишь к начальнику с вопрос, с просьбой. Он сказал, да, а на самом деле обманку. Ну, первая реакция такая, ну, что-то не понял, не разобрался. Второй раз приходишь, опять обманываешь. Ну, кто уж третий раз к такому начальнику идет с этой просьбой, то уж просто неразумный человек. На этом все кончается. Но если бы небо молчало, я нас обманывал. Но кто бы обращался к ней? Ведь другим чем-то можно заниматься. Только потому, что молитва – это же дорога с двухсторонним движением. Только потому, что в ответ на молитву нам Бог дает. Не в громе и в молнии. Не в чудесах каких-то знаний. Хотя и в этом дает. Но не так часто. А вот в этом легком дыхании, в легком прикосновении к человеку, вот этой благодати Божьей, он дойдет нам ответ и не чувствует. Да, цепь замкнулась. Я получил то, что мне нужно. Поэтому не стесняйтесь, просим Господа, чтобы он укреплял вас в вашей жизни, в личной, в семье, в преодолении каких-то человеческих проблем, трудностей, а также и внесение вашего долга в профессионал. Я хотел бы очень высоко оценить деятельность сотрудников Счетной палаты в связи с работой Градостного православного крестинского общества. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Уважаемый Сергей Вадимович, за ваше такое очень творческое, динамичное возглавление императорского православного крестинского общества. Церковь с самого начала существования общества, как вы знаете, была его учредителем, и принимала активное участие. Так было в дореволюционное время. Так было уже и в Новой России, когда были разрушены вот эти идеологические узы, где начался диалог между Церковью и государством. Тогда произошло реформирование Градостного православного крестинского общества. Церковь стала одним из двоих учредителей. В трудное время некоего кризиса этого общества Церковь практически взяла на себя ответственность по его сохранению, по сохранению людей. Но мы понимали, что во главе общества должен быть светский человек, вполне и достаточно эффективный в осуществлении этого своего служения. И поэтому мы поддержали кандидатуру Сергея Вадимовича. Я могу сейчас по прошествии времени сказать, что за время его председательства были достигнуты такие положительные результаты, о которых мы только мечтали. Началось возвращение российской собственности в Плесте. И в первую очередь я хотел бы сказать о сервисном подворье и, конечно, об участке в Вариконе, но и на повестке дня и другие добрые дела. Конечно, деятельность председателя осуществляется при поддержке всего общества, но значительное ядро людей, так сказать, исполняющих конкретные обязательства по осуществлению программ ДКО работает в четной палате. И, может быть, вот этот симбиоз в четной палате и с пиратовским православным палестинским обществом является сегодня заводом успеха в работе этого общества. Я бы хотел также присоединиться к благодарности, которые высказал Сергей Вадимович в адрес Владимира Игоревича Кожина, который принимает самое активное участие в тех процессах по возвращению недвижимости, по их насвоению, о которых сказал Сергей Вадимович. Так же, как я хотел бы выразить, конечно, благодарность и нашему МИДу, и представителям научного сообщества, потому что объединение всех этих людей, всех этих заинтересованных институтов, оно это приводит к тому, что политика общества стала в хорошем смысле слова наступательной и приносящей большую пользу. Мне также хотелось бы еще отметить и вклад Сергея Вадимовича, а также и сотрудников счетной палаты в возрождение традиции празднования дня Петра и Февронии Мурмса. Замечательный праздник, замечательная инициатива жены нашего президента Светланы Владимировны Медведевой. Очень своевременная инициатива. Не только потому, что у нас тяжелая, недавняя форт, но и сейчас еще и нелегкая демократическая ситуация, но потому, что Россия без крепкой семьи не может быть великим государством. У нас слишком большая территория, мы слишком богат, чтобы быть бедными на народ. Мы очень нуждаемся в том, чтобы народ нас ждет сильным, духовно и физически сильным. Но и чтобы людей было много, чтобы пространство безбрежное России осваивалось, и чтобы тем самым Россия возрастала экономически. Все это невозможно без здоровой семьи. Вот поэтому возрождение праздника, создание праздника и возрождение памяти Петра и Февронии Муромских, мне кажется, очень своевременной и важной инициативой. Я так и поблагодарил бы, как уже сказал выше, поблагодарить Сергея Вадимовича и многих из вас, кто принимал участие в этом благо в деле. Ну, а также не могу не сказать и о восстановлении ряда монастырей, в которых также принимали участие сотрудничественные палаты во главе Сергея Вадимовича. И в первую очередь, это, конечно, Муромский Спасо-Преображенский монастырь, один из древнейших православных монастырей, который был духовным центром нашей страны, одним из духовных центров. И думаю, он будет такую роль и дальше играть. Я хотел бы в заключении еще от всего сердца пожелать вам успехов в ваших трудах, доброго здоровья, душевного мира, покоя, согласия в ваших семьях, любви, единомыслия, всего того, что дает силы человеку, помогает ему сопротивляться многим сложным обстоятельствам жизни. Пусть Господь благословит ваших трудах. Спасибо большое, ваше стихищество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok